Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, те, которые видят и слушают нас в прямом эфире, мы очень благодарны Господу за эту привилегию, за эту возможность быть вновь вместе, как церковью, видеть лица друг друга, слышать пение. За это время, казалось бы, смотря на наше служение, смотря на зал, на братьев и сестер, казалось бы, ничего не произошло, как будто этого не было, этих почти два месяца, правда, такой привычный формат служения, хор, участие, пение, молитвы. За это время, я думаю, что многие из нас думали, размышляли над теми событиями, в которых мы находимся с вами, и церковь Господа Иисуса Христа проходит, братья и сестры, особый период. Это нужно взять во внимание, взять к сердцу. Я думаю, что многие были свидетелями в личной жизни, испытывали это особое утешение Духа Святого, когда Господь не оставляет свою церковь, а посредством благословенной личности продолжает работать в церкви своей, в сердце каждого дитя Ци Божией. Мое желание сегодня в заключении нашего служения обратиться к одному тексту Священного Писания, который записан в Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. Несколько стихов Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, на протяжении какого-то времени в нашей церкви мы исследовали, проповедовали, изучали благословенную личность нашего Господа Иисуса Христа, начиная с Рождества, Его рождения, Его приход на эту землю, Его служения. В этих условиях, в которых мы находились, мы праздновали Его славное воскресенье из мертвых, победу над грехом, над дьяволом, над смертью. В прошлое воскресенье мы говорили о чудесном финале, завершающем служении Господа Иисуса Христа на этой земле, Его славном вознесении. Закончился ли труд Иисуса Христа на этой земле? Нет. Он продолжается. И продолжается благодаря благословенной личности, которую Отец Небесный послал на эту землю, личности Духа Святого. 14, 15, 16 глава Евангелия от Иоанна посвящена беседе, которую Иисус Христос имел в горнице со Своими учениками перед страданиями. Четыре раза в трех главах Иисус Христос говорит о приходе на эту землю, в этот мир удивительной личности. И Он называет ее по-особому утешитель. Когда мы прочитали, в 15 стихе апостол, простите, Иисус Христос говорит, «И я умолю Отца и дам вам другого, обратите внимание, утешителя». Он не просто говорит, а говорит «другой утешитель». Следовательно, ожидаемый утешитель не первый. Ибо если существует другой по отношению к чему-то, значит, должен быть кто-то первый. Возникает вопрос, почему так Христос сказал, пошлю вам другого утешителя. Потому что был первый наш благословенный Господь, Иисус Христос, является первым утешителем. Слово «утешители» по-гречески произносится как «параклетос». Оно состоит из двух слов. «Пара» – слово означает «быть рядом», «находиться рядом». Слово «клетос» означает «позванный» или «призванный». Таким образом, мы можем эту фразу так понять. Выражение это дословно можно перевести так. «Тот, кто был позван для того, чтобы быть рядом». Тот, кто был позван для того, чтобы быть, находиться рядом. Братья и сестры, какая благословенная истина для детей Божьих. Верующий человек никогда не будет одиноким, а будет тот, кто будет находиться рядом. Как рядом, как близко. Обратите внимание на слова Иисуса Христа. Он говорит, что «ибо Он с вами пребывает». Это рядом с вами пребывает, но в вас будет. Вот оно положение другого утешителя. Братья и сестры, почему же другой утешитель? Несколько слов о первом утешителе. Потому что мы не так часто обращаем внимание на служение Господа Иисуса Христа, как утешителя. Ветхозаветные праведники, пророки, связывали пришествие Иисуса Христа, пришествие Мессии для своего народа, именно с таким служением, как служением утешителя. Когда мы обращаем внимание на пророка Исаия, 40 глава, 1 стих, пророк говорит так, он когда говорит, говорит о приходе Мессии чуть дальше, но начинает эта глава так. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь». Помните старец Симеон, который находился в храме, Священное Писание говорит, когда он ожидал Господа, он не ожидал мщения врагов, чтобы Господь послал какую-то, знаете, болезни, или проклятие, или какое-то, знаете, еще что-то на врагов для народа своего. Нет, написано, что он чаял утешение для Израиля, и Дух Святой был на нем. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, и он был тот первым истинным утешителем, который утешал разбитые сердца, утешал плачущих. И хотя искупление на Голгофе совершилось, доступ к престолу благодати открыт, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется по благодати веру Иисуса Христа. Братья и сестры, Иисус Христос знал, сколько церкви Его, сколько верующим людям на этой земле придется проходить путем скорбей, переживаний, гонений, одиночества, болезней, смерти. И вот поэтому Он говорил лучше для вас, если я пойду. «Если я пойду, я упрошу Отца, умолен, пошлет вам утешителя, который пребудет с вами вовек». Это очень важно, братья и сестры. В этом мы видим особая работа, особое служение и взаимоотношение Святой Троицы. Иисус Христос совершает свое искупление на этой земле, совершает свою удивительную работу, возвращается к Отцу, который возлюбил этот мир. И Отец Небесный послает на эту землю другого утешителя, ни ангела, ни пророка, третью личность Божества, Духа Святого, который будет продолжать на этой земле работу Иисуса Христа. И Он будет не где-то, братья и сестры, Он будет в каждом из верующих людей, в каждом Детяте Божьей, с начала Его духовного рождения, Его спасения, будет сопровождать Его жизнь. Как долго? До конца, до последнего дыхания. Иисус Христос в 18 стихе говорит такие слова. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Обратите внимание на последние слова. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я вас». Христос говорит о каком-то особом дне. «В тот день вы узнаете, узнаете что-то особое». Что это за день был для апостолов, для учеников, братья и сестры? Несомненно, мы видим в Священном Писании, что это был день сошествия Святого Духа на апостолов. Помимо тех свидетельств, которые мы видим в Священном Писании, в книг, где я не апостолов, то, что апостолы говорили иными языками, проповедовали людям окружающим. Когда сошел на них Дух Святой в виде огненных языков, братья и сестры, но что-то произошло невидимое для человеческого глаза. То, что пережили они лично, братья и сестры, Христос говорит, «Вы узнаете». Братья и сестры, они узнали Христа. Дух Святой, который пришел, это был Дух Христа. Потому что апостол Павел в послании к Коринфянам говорит так, «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Братья и сестры, это не значит, что Иисус Христос не восставался там, у Одесную Отца. Это говорит о глубоком единстве между Духом Святым и Господом Иисусом Христом, Который пришел. Вот почему они узнали, они пережили глубоко внутри вот это откровение, о котором говорит Иисус Христос, «Вы узнаете, что Я в Отце Моем, Вы во Мне, и Я нахожусь в вас». Это было благословенное переживание апостолов, которое они пережили в день Пятидесятницы. Братья и сестры, в этих трех главах Иисус Христос говорит о четырех истинах драгоценных служения вот этого Утешителя, который послан для детей Божьих. Очень кратко хотел бы остановиться на этих драгоценных истинах. Первое, о котором говорит Иисус Христос, «Утешитель будет пребывать с учениками вовек». Это первая истина. Вторая истина. Христос говорит, что Утешитель, который научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это второе Его будет служение. Третья истина. Утешитель будет свидетельствовать об Иисусе и будет наставлять учеников на всякую истину. И четвертая истина. Утешитель будет обличать этот мир о грехе, о правде и о суде. Четыре кратких истины. Первое, Христос говорил, что Утешитель придет, как мы говорим, и Он будет настолько близко, что будет пребывать в каждом из детей Божьих, будет пребывать внутри, будет сопровождать, будет поддерживать, будет утешать. Тот, кто находится, будет рядом. Братья и сестры, за этот период времени, когда дети Божьи проходят свой особый путь, я думаю, что каждый из нас мог испытать это благословенное утешение Духа Святого, Который не оставляет каждого из нас. Дух Святой настолько любит нас, настолько способен давать это личное внутреннее укрепление, утешение, ободрение через Его Слово, в молитве, в личное прикосновение. Мы видим это в истории Священного Писания. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, 31 стих, описывается о гонении, которое переживала церковь. Обратите внимание, и в 31 стихе, там, где обращение Савла есть, но в дальнейшем, вокруг этой всей ситуации, когда церковь была гонима, мы читаем, церкви же по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И обратите внимание, последние слова этого текста «И при утешении от Духа Святого умножались». Здесь происходит гонение, казалось бы, терзает сам церковь, только что он обратился, в этой главе мы видим, но что-то особенно происходит. При утешении от Духа Святого церкви умножались. Каким образом, братья и сестры, мы видим это личное утешение, подкрепление, ободрение, та личность, которая может находиться в каждом из детей Божьем. Это большое благословение. Есть одно но, братья и сестры, когда мы можем сами себя лишить этого благословенного утешения, когда на подмену личности Духа Святому мы можем избирать себе какие свои источники утешения, человеческие. Мир сегодня находится в особом волнении, переживании. Братья и сестры, есть опасность подвергнуться этому потоку информации, снова, знаете, вовлечься, быть вовлеченным в какую-то суету, какие-то страхи, какие-то подозрения. Братья и сестры, есть истинный источник утешений, о котором Христос говорил. Он с вами пребывает и вас будет вовек, до конца. Дадим возможность, друзья мои, этой драгоценной личности пребывать в нас, укреплять и утешать, несмотря ни на что. И тогда вместе с Давидом мы можем сказать в 85-м псалме 17-й стих «Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Да поможет нам Господь помнить Дух Святой проведет, утешит, поддержит до конца, до последнего дыхания нашей жизни на этой земле. Вторая краткая мысль, истинная, о которой Господь Иисус Христос говорил своим ученикам. Он говорил об утешителе, который научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Вот это греческое слово параклетос имеет широкое значение. Оно еще переводится, его можно говорить об этом как тот, кто будет находиться рядом, который будет учить. Учитель. Перед учениками находилась большая задача. В прошлом рыбаки, неопытные, не имеющие образования, им необходимо было благовествовать, им необходимо было нести благую весть, кто может справиться с этой задачей. Кому это под силу? Братья и сестры, Христос дает утешение, дает ободрение, дает обетование. Обратите внимание, снова он говорит вот это слово драгоценное. Утешитель. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил вам. У апостолов, учеников, не было еще завершенного Писания, не было возможности идти учиться в библейскую школу, не было возможности где-то проходить обучение, братья и сестры. Кто был их учитель? Учитель утешитель, который удивительным образом наставлял, приводил на память слова Господа Иисуса Христа, и мы видим в Священописании в день Пятидесятницы исполнены Духа Святого, исполнены силы, влекомые и поддерживаем утешителем учителем. Они идут и продолжают дело Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, как Дух Святой служит ученикам. Иисус Христос говорит в 16 глава в 13 стихе, что роль учителя, утешителя очень ясна и очень четко поставлена у него цель. «Ибо не от себя говорить будет, говорит Христос, но будет говорить, что услышит». Братья и сестры, Дух Святой не открывает сегодня-сегодня что-то новое. Канон откровения уже закрыт. Дух Святой, братья и сестры, направляет нас на старое, на вечно Его Слово, которое никогда не потеряет свои силы, своего откровения, свое могущество. И тогда, когда где-то мы забываем, где-то оно пылится, где-то нам хочется что-то услышать новое, братья и сестры, Дух утешитель. Его еще значение учитель снова будет нас возвращать к истинам священного Писания. Дух Святой больше ничего нового не придумывает, потому что достаточно в Библии, достаточно хлеба, чтобы могли питаться вечно свою бессмертную душу. Братья и сестры, вот почему легко определить, когда сегодня люди заявляют или претендуют на какое-то новое откровение от Бога, братья и сестры, мы легко можем это опровергнуть, потому что есть законченное, завершенное откровение Господа, в котором все уже сказано, все уже пророческие слова о Господе Иисусе Христе в последнем времени, все, что необходимо для спасения, для церкви, записано здесь. Это драгоценная истина. Дух Святой находится в строгих границах Священного Писания. Итак, утешители, который придет Иисус Христос, Он не только наставлял, научал апостолов и учеников Иисуса Христа, но и нас с вами, братья и сестры. И в этом есть огромное благословение. Он напоминает, Он научает, наставляет. Третья истина, в которой Иисус Христос говорил, что Он будет свидетельствовать об Иисусе и наставит учеников на всякую истину. 15 глава, 26 стих Евангелия Теана. Когда же придет Утешитель, обратите внимание, вновь Иисус Христос называет Его Утешителем. Всякий раз, когда Он открывает драгоценную истину о служении Духа Святого, в этих трех главах, братья и сестры, вновь и вновь, Христос говорит, Утешители, Утешитель, Которую Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Которую Отца исходит, Он будет свидетельствовать об Иисусе. Мы знаем, что при земной жизни люди по-разному относились к Иисусу Христу. Это был один из вопросов, который Христос задавал и Своим ученикам, за кого почитают меня люди, просьестры и для учеников Иисуса Христа. Можем себе представить, какая огромная задача этому миру окружающему, иудеям, которые имели превратное понимание об Господе Иисусе Христе, которые отвергли Мессию, которые распяли Иисуса Христа, необходимо было правильно представление, правильная истина об этом великом Учителе, Мессии, о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Кому это была задача под силу. Христос оставлял своих учеников и был спокоен. Он будет свидетельствовать о мне, братья и сестры, мы видим в день Пятидесятницы. Настолько это видно, настолько это очевидно, вот этот факт, когда апостолы исполняются Духом Святым, они тут же начинают свидетельствовать о великих делах Божьих. Петр свою проповедь, он посвящает свидетельству об Иисусе Христе. Последующие главы книги деяния апостолов, посвящены тому, как Дух Святой через апостолов и других учеников распространяет свидетельство об Иисусе Христе. Братья и сестры, мы имеем полное, законченное свидетельство об Иисусе Христе. На протяжении всего этого времени Бог позаботился, что было пророчество Ветхого Завета. Мы имеем четыре Евангелия, которое описывает жизнь Иисуса Христа, Его служение, Его образ, Его личность, Его труд, смерть, воскресение, вознесение, возвращение. Мы имеем послание апостолов, в котором мы видим настолько явно образ Иисуса Христа. Друзья мои, об этом говорил Иисус Христос. Утешитель придет и Он наставит вас на всякую истину. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы проповедуем, когда мы говорим, братья и сестры, мы не имеем права проповедовать неверно. Обратите внимание, написано, что наставник этот, Дух Святой, Утешитель будет наставлять не на какую-то человеческую премудрость, не на какую-то идею, не на то, что люди что-то напишут, дополняют. Он будет наставлять только на истину, истину об Иисусе Христе. Вот почему так важно сегодня, братья и сестры, проповедовать божественную истину о Боге, об Иисусе Христе, о Духе Святом. Вот почему в нашей церкви мы проводим эти обучения, это наставление, друзья, так легко сегодня заблудиться. Сколько сегодня всяких лжи, сколько сегодня неправильного объяснения. Друзья мои, это очень важно. Кто это делает? Утешитель, который назван Духом Истины. Это важно. Когда человек верующий находится где-то в отдалении, сегодня многие изолированы, друзья мои, не все имеют возможность сегодня собраться, как мы. Особенно это касается, может быть, отдаленных регионов, где-то в деревнях, где брать-сестры не могут. Друзья мои, что делают верующие дома? Есть Слово, есть Истина, и Дух Святой наставляет, открывает, утешает, открывает нам образ Христа. В этом есть большущие и благословенные утешения. И последняя истина, которую говорил Иисус Христос, что будет утешить или еще совершать на этой земле? Кроме того, что он будет пребывать с учениками, с детьми Божьими, сопровождать их по этой жизни, кроме того, что он будет наставлять их, научать и открывать образ Иисуса Христа, кроме того, что он будет давать силу свидетельствовать об Иисусе Христе, наставлять в истине Божьей, еще очень важно утешитель послан для этого погибающего мира. Иисус Христос говорит такие слова, когда утешитель придет, он обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидят меня, и о суде же, что князь мира сего осужден. Слово обличать имеет несколько значений. Синонимы этого слова это разоблачить или открыть или сурово укорять. Обратите внимание, сегодня мы слышали стихотворение вот на фоне этого прекрасного образа Духа Святого, который сошел на Иисуса Христа в свое время, во время крещения, как голубь. Не случайно показан вот этот образ его, всегда, когда мы смотрим на личность Духа Святого, друзья, это как тихое вение ветра. Дух Святой никогда не кричит, Дух Святой никогда не будет, но Он будет совершать свою тихую, незаметную, но очень важную работу. Он будет открывать, Он будет разобличать, Он будет сурово даже укорять по отношению к этому миру. Как мы говорим сегодня и читали сегодня в начале апостолы, простые люди, которые перед воскресением Иисуса Христа в момент страданий, в момент испытаний оставили Господа, разбежались, потому что были люди обычные. Но что происходит в день Пятидесятницы? Что произошел в день свяшествия Святого Духа? Исполнились, написано, Духа Святого и начали провозглашать истину, провозглашать о великих делах Божьих. Люди, которые пришли со многих мест, они слышали эту истину, друзья, она их обличала. Эта истина изобличала их жизнь, их грех. Самое великое, что делает Дух Святой по отношению грешника, он открывает правду о его истинном состоянии, обличит о грехе. Вот главная цель. Никогда человек не придет к познанию истины, никогда человек не будет спасенный, если Дух Святой не откроет его истинное состояние о том, что он грешник и нуждается в искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Мы видим, как апостол Петр с дерзновением исполненный проповедует, друзья мои, сотни и тысячи людей находятся перед ним. Друзья мои, какая смелость, какая дерзновение. Обратите внимание, как апостол Петр говорит 36 стих 2 главы «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Он не заигрывает, он не пытается и успокоит, он не пытается их как-то, знаете, привести в какие-то отношения. Он говорит, «Вы распяли, вы виновны». Какая сила Духа Святого. Какой результат, когда Дух Святой обличает и открывает грех. 37 стих «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья, пресестры, вот истинная работа Духа Святого». Человеческое сердце смягчается, человеческое сердце под работой Духа Святого открывается и задает вопрос, что нам делать. Петр же сказал, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Братья и сестры, три драгоценных истины, которые мы сегодня обращали внимание, как-то понятны. Дух Святой будет с нами вовек утешать, ободрять. Дух Святой будет свидетельствовать, напоминать об Иисусе, все, что Он делал, это Он делает на протяжении всех этих веков. Дух Святой будет открывать Божественную истину. Но вот четвертое, братья и сестры, как-то утешитель и грешники, утешитель и погибающий мир. Удивительно, братья и сестры, я когда смотрел, я поразился вот этой роли или этой личности. Для грешника нужен тоже утешитель, который покажет ему истинного Христа. Мы, люди, можем бичевать, мы можем грешников, знаете, склонять, можем ругать, можем говорить об аде, о наказании, но как-то несовместимо по-человечески. Но Христос и здесь говорит, обратите внимание, когда мы читаем, я истину говорю, когда он говорит об утешителе, для этого мира, если я пойду, утешитель не придет, а если пойду, пошлю ее к вам, и он приявлячит мир о грехе и правде, о суде. Утешитель и погибающий мир, казалось бы, несоответствие, братья и сестры, такова сущность святого праведного Бога. Для погибающего грешника нужен тоже утешитель, который откроет ему драгоценный образ Христа. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, так хотелось сегодня, когда мы собрались вместе, склониться перед нашим Господом, наших кратких молитвах, поблагодарить за вот это служение, которое совершает наш чудный утешитель, который не оставляет нас с вами ни при каких обстоятельствах. Так хотелось бы, чтобы в нашем сердце был Он, истинный утешитель, не что-то другое, не какие-то другие земные источники утешения, но Он, который проведет, который поддержит и который соединит нас с нашим Господом в свое время, когда Христос придет за свою церковью. Да поможет нам Господь любить, ценить и благодарить Господа за этот великий дар, и в кратких молитвах прославить Его за это. Аминь. Господи. Спасибо.